ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Ну так как он был депутат, слава Богу, теперь он не депутат благодаря мне. Я слишком, ну, так сказать, личные дела его. Такой человек депутатом быть не может, который живет вместе, не с женщиной. И занимается сексом. И я отправил все это, как раз были выборы в Старопольскую, я все это отправил, и вы посмотрите, кого вы берете. Это же пидор настоящий. До этого была фамилия Фриворотов, он ее поменял. Ну, аферист, амантюрист, это очень мягко сказано, слишком мягко. Вот, это подлец в большей степени. Я этого не боюсь сказать. Не боюсь сказать, что ты чмо и уебок. Вот, я этого не боюсь. Но жизнь продолжается. А мы продолжаем работать. Я пишу музыку и стихи. Мои песни поют многие исполнители. Мы продолжаем работать над новым альбомом с Семеном Розовым. И надеемся, что наши новые песни всегда будут звучать для вас. Накануне стало известно о кончине основателя легендарной группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова. Стас Садальский, российский актер, заявил, что к смерти артиста причастен Андрей Разин, с которым они были в конфликте, о чем написал в соцсетях. Господа, вот уже 20 лет прошло с тех пор, как началась война между мною и животным. С признаками интеллекта. Оно, это существо, немало преуспело в шоу-бизнесе. И не без моей помощи, о чем теперь жалею. Оно извратило саму идею моей группы. Но для кого-то оно стало даже кумиром. И все 20 лет эта бездарная мразь пытается любыми методами достичь своей цели. Стать автором и правообладателем моих песен. На данный момент, путем подделки документов и других махинаций, он этого достиг. Я вынужден обратиться в суд. Но, как вы сами понимаете, процесс будет нелегким. Много будет вылито на меня грязи. Не раз обвинят в том, чего я никогда не совершал. Ведь сужусь я с недочеловеком, обладающим определенной властью и большими финансами. Но то, что победа за мной, в этом я уверен. И правда на моей стороне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok